Август для Ирана исторически выдается жарким месяцем. Температура днем не опускается ниже 30 градусов тепла, беспощадное солнце раскаляет землю, нагревая воздух еще больше, а повышенная влажность лишь усугубляет плачевную ситуацию. В один из подобных знойных дней, изрядно перегревшись на солнышке, экс-замглавы МИД Исламской республики Иран, посол и участник переговоров по ядерной сделке, чье близкое знакомство с атомом, ураном и различными химическими испарениями пагубно сказалось на деятельности мозга, Абульфазл Зухтевенд, прочитал в СМИ о грядущей планируемой встрече президента Азербайджана Эльхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и в ужасе распрощался с остатками здравомыслия и адекватности, отдавшись на милость надвинувшемуся бреду. Вот только в отличие от блуждающих по пустыне несчастных, явился ему далеко не оазис. Воспаленное воображение Зухтевенда принялось лихорадочно вырисовывать перед ним иранский рагнарёк, который якобы намеревается устроить Азербайджан. Осознание того, что открытие Зангизурского коридора уже совсем не за горами и наверняка станет предметом обсуждения в рамках встречи лидеров Азербайджана и Армении, до того нагнало страх на иранского чиновника, что он разродился истеричной тирадой, которая распространилась в турецких СМИ. Приближённый Хамении даже не пытался скрыть необъяснимую ненависть к Азербайджану, которую, несомненно, разделяют как его духовный лидер, так и остальная верхушка Исламской республики Иран. В надежде придать своей речи хоть сколько-нибудь значимости, Зухтевен перечислял абсурдные так называемые «факты», среди которых особого внимания заслуживает якобы желание Азербайджана-Турецкого союза лишить Иран границы с Арменией, а также план турков взять из Ангизур. Дабы не допустить подобной трагедии, хамениист сперва предлагал присоединить Корану Нахичеван, после чего безумие старца дало новый виток, и он решил не ограничиваться только НАР и включить в состав Ирана сразу весь Азербайджан. Не обошлось, разумеется, и без традиционного лизоблюдства и утверждения о том, что армяне являются настоящими союзниками нашего южного соседа. На протяжении почти 30-летней оккупации азербайджанских земель Армении, подловатый Тегеран не только выстраивал союзнические отношения со стороной-агрессором, но и всячески помогал сепаратистам, окопавшимся в Карабахе. Иранская таможня с удовольствием установила контакт с незаконным формированием и способствовала перевозке армянам топлива, продуктов питания, текстиля, сырья. Армяне же, в свою очередь, переправляли в Иран разрушенное и награбленное в Карабахе. И лицемерно подлый Иран все это с удовольствием принимал. И так продолжалось до осени 2020 года, когда победоносная азербайджанская армия под руководством верховного главнокомандующего президента Эльхама Алиева восстановила территориальную целостность страны. Впрочем, даже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года иранцы продолжали перевозки в стан сепаратистов, которые прятались за спинами миротворцев, временно размещенных в Карабахе. Но и эта лавочка была захлопнута перед ИРИ азербайджанскими пограничниками. А наиболее болезненной оказалась полная ликвидация многомиллионного наркотрафика, с которой неплохо кормился режим МУЛ. Скорее всего, за это они в том числе держат на нас обиду. И не придумав ничего лучшего, продолжают укреплять отношения с покинутой и забытой сильными мира с его Арменией. Сегодня они проводят тренинги для Вооруженных сил Республики Армения по управлению боевыми БПЛА и готовятся к поставке партии беспилотников собственного производства. И если мысли наркорежима МУЛ еще более или менее понятны, то вот о чем думает оборонное ведомство западных соседей, остается вопросом. Неужели они не понимают, что, увидев в небе дрон, армянский солдат не будет разбираться, кому он принадлежит, а даст дёру? Возможно, ненависть ко всему тюрксому азербайджанскому настолько глубоко засела в воспаленном сознании иранского правительства, что надеяться на просветление сегодня не имеет смысла. Пожалуй, это та самая раковая опухоль, что уже успела поразить все здоровые клетки, и теперь вырезать ее уже не представляется возможным. Но в таком случае возникает вполне резонный вопрос. Должны ли 30 миллионов азербайджанцев мериться с непрекращающейся несправедливостью? Сколько еще наши братья будут страдать от слабоумия и закомплексованности МУЛ? Сколько еще им закрывать глаза на бесчинство, оскорбление, насилие, аресты, угнетение и ущемление? А потому Атланту пора расправить крылья и потребовать независимость. Время для независимого Южного Азербайджана точно пришло, ибо нет никакой нужды жить в стране, правительство которой не позволяет почувствовать себя полноправным гражданином. Наверняка наши соотечественники часто мечтательно оглядываются на нас, видя постоянное развитие независимого Азербайджана. Но ведь и наша родина не всегда была такой. Были 70 лет вхождения в СССР, пока однажды, чуть более 30 лет назад, воля народа не взяла вверх, потребовав независимости. Что ж, населению Южного Азербайджана есть с кого брать примеры, к чему стремиться. Остается лишь сделать первый шаг. В конце концов, все значимые революции Ирана последних лет брали свое начало в Тебризе. «Наши южные братья, мы знаем, вы это сможете. Время пришло». «О cray вай том, какой лофзу!» «Сладкий ай том, какой лофзу!» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА